Как доктор натуропатии, я 7 лет занимаюсь оздоровлением людей через немедикаментозные природные средства оздоровления, или по-другому их еще называют естественные. И эти средства связаны с питанием человека, с очищением организма, с эфирными маслами, с травами, с адсорбентами, такими, например, как пищевая глина и так далее. Но все, что я делала до сих пор, оно касалось физиологической стороны вопроса. То есть мы работали именно на поле физиологии и отслеживали эти физиологические процессы, как они влияют на улучшение самочувствия человека, на коррекцию его веса, на увеличение количества энергии у него, ну и в общем и целом улучшение качества его жизни. И вот недавно в моей практике стала все чаще вставать тема эзотерического подхода к оздоровлению людей. Почему так? Да просто потому, что натуропатия – это не только профизиология, это еще и другие области, другие сферы, которые затрагивают психику человека, эмоциональную сторону. Но поскольку я не обладаю должной компетенцией в рассматривании таких проблем, как, например, проблемы психики человека, то мне, по сути, и не остается ничего другого, как давать людям только ту информацию, в которой я считаю себя довольно подкованным и опытным человеком. Именно информацию о том, как происходят физиологические процессы в теле и как мы можем на них повлиять. И вот недавно мне встретился такой человек, который очень ярко ворвался в мою практику доктора натуропатии и привнес сюда очень интересную составляющую. Это не просто человек-теоретик, это практик, так же, как и я. Это женщина, которая добилась потрясающих результатов по приведению себя в прекрасную физическую форму, и не только физическую, но и психическую. И очень большую роль в том, как ей это удалось, сыграла именно эзотерика. И вот сегодня я представляю вашему вниманию интервью с этой женщиной. Посмотрите, пожалуйста, наш диалог. Я думаю, что кто-то из вас возьмет для себя что-то новое, интересное из этого разговора. И если вы посчитаете эту информацию полезной для себя, я буду очень рада. Жанна, привет! Привет! Мы заявили такую странную тему в названии нашего видео «Как она похудела с помощью эзотерики». И да, можно посмеяться. Я думаю, что многие, наверное, большинство людей, которые читают название этого видео, скажут, что, господи, они ку-ку, они уже не знают, что придумать, да, что, что, жрать надо меньше, вот и всё, вот и похудеешь. Причём здесь эзотерика? Но это, я понимаю их ход мыслей, но это шаблонный подход, да, как мы у нас чёрным по белому написано. Если мы делаем так, значит, это так. Но на самом деле есть много вещей, как мы с тобой понимаем, которые просто не укладываются, вот, да, в привычные рамки мышления. Но мы здесь для того, чтобы раздвинуть эти рамки и показать людям, что есть ещё, оказывается, запасные выходы. Я думаю, что нас сейчас смотрят, конечно же, те люди, которым нужно снизить вес. И, скорее всего, это преимущественно женщины. И я очень советую досмотреть им это видео до конца, потому что независимо от того, знают они, что такое эзотерика, или не знают, независимо от того, как они относятся к эзотерике, мы сегодня откроем просто интересные вещи, которые ударят в лоб тем, кто всё ещё думает, что, чтобы похудеть, нужно меньше жрать. Вот, поэтому я для начала прошу тебя представиться, кто ты, потому что ты о себе скажешь лучше, чем я о тебе, чтобы люди понимали, да, кто сегодня у меня в гостях. Спасибо. Очень приятно, во-первых, за встречу. Я рада здесь быть, рада быть на твоём канале. И вот в первую очередь, что могу сказать о себе? Я в первую очередь это мистик. Я мистик, я эзотерик. В первую очередь ты Жанна Нестеренко. В первую очередь я Жанна Нестеренко, да. Но по профессии, именно по моей специальности, я бы так сказала, это не профессия, это моё назначение, предназначение, да. То есть это всё в эзотерике. То есть я пожизненно там. И попутно я занимаюсь нутрициологией, парафармацевтикой и ещё как ароматерапевт эфирными маслами. То есть вот всё это в совокупности я совмещаю как раз-таки для того, чтобы помогать людям в абсолютно разных жизненных ситуациях. В первую очередь себе я помогла и с помощью эзотерики, естественно, похудеть. Потому что если бы не эзотерика, я бы не смогла этого сделать точно. Как постоянно худеющая женщина, я это знаю. То есть, ну, к сожалению, невозможно похудеть только тогда, когда ты просто не жрёшь. Можно не худеть, даже если ты не жрёшь. Ты всё равно будешь толстая. Это просто шесть. То есть мы сейчас пришли к тому, что несмотря на то, что мы сделали такое вызывающее название, да, как она похудела с помощью эзотерики, мы всё равно продолжаем утверждать, что похудеть – это вопрос комплексного решения. То есть мы используем все методы и про не жрать, и про то, что жрать, и про какие-то ещё дополнительные методы. И одним из таких комплексных решений является эзотерика. Я тоже про себя скажу, что как доктор натуропатии я уже семь лет занимаюсь этой темой снижения веса, оздоровления людей. И я неоднократно… Ну, нет, неоднократно – это не то слово. Нет, неправильно сказала. Я постоянно сталкиваюсь с тем, что приходят люди, ну, женщины в основном, пытаются решить проблемы похудения. У них что-то на каком-то этапе немножко получается, но потом вес встаёт. И вот это плато, которое просто вот у всех как… Да, вот в голове вот это плато, как тяжёлый камень на душе, оно просто убивает женщин вот этим своей безысходностью, что они не знают, что дальше делать. Но когда начинаем копать ситуацию глубже, выясняется, что у этого плато есть причины, и эти причины часто не физиологического порядка. И хотя я в основном применяю физиологические методы, которые связаны с питанием, с коррекцией питания и очищением организма, я своими глазами вижу, что очень часто это психологические причины. И вот тут я понимаю, что нужно подключать ещё какой-то метод, чтобы с этими психологическими причинами разобраться. Но я понимаю, что я такими методами не обладаю. И в твоём лице я вижу, что мы сейчас нашли решение, нашли человека, который может предложить вот такой метод, психологического решения снижения веса. И давай об этом подробнее. Ну, сначала, наверное, на своём примере. Всё-таки это ты похудела, и это твоё авторство, да, соединение этих методик. Поэтому всё же началось у тебя с твоего личного жизненного опыта, так же, как и у меня, впрочем. Поэтому, я думаю, очень интересно будет людям, нашим зрителям услышать этот жизненный опыт. Как это всё было у тебя? Да, 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 конечно, я должна рассказать, естественно, про себя, потому что, если бы не мой опыт, то я бы даже и не знала об этом методе, и что действительно это работает. И здесь больше не психологический, а эзопсихологический подход, потому что, ну, всё, что психологическое, это всё временное, и человек обычно обратно возвращается к этому самому психологическому, чтобы тот самый психолог ему помог, то есть за него там что-то сделал. Ну, стандартно люди любят же, чтобы за него что-то кто-то сделал, да, то есть как это происходит. Волшебную таблеточку хотят и так далее. Вот тот метод, который, ну, забрела я, будем так говорить, он работает на постоянной основе, то есть человек, ну, понимает, как вообще делать надо, да, и он по жизни с этим потом живёт. Вот точно так же, как и в твоей практике, да, именно с питанием. Что хочу сказать, вот, ну, вот с чего вообще началось, то есть как я сама к этому пришла. В 39 лет я родила второго ребёнка, своего сына, и у меня было, во-первых, после этого моё самое главное награждение это 32 килограмма лишнего веса. Это полностью отсутствие вообще, наверное, настолько вот пустота какая-то моего организма в плане болезных веществ, сказать, что у меня было состояние, как будто бы я ужасно какая-то дряхлая бабка в свои 39 лет, и всю жизнь моя закончилась на этом, и как бы всё, да, то есть это и депрессия, это и недовольство внешним видом, это вообще, ну, просто вот по всем фронтам, так сказать, да, то есть у меня было такое состояние, что ну, действительно, всё, жизнь, всё, прекратилась, родила ребёнка и конец, да, то есть на себе можно положить, вот руки вот так вот крест поставить, всё. Дело в том, что до того, как я родила сына, я уже занималась, ну, как у Дрецола, там, ну, немножко там с людьми, но в основном это было просто чисто для меня, и вот я уже говорила, что я по жизни худеющая. Почему? Во-первых, потому что у меня есть генетическая расположенность к этому, у меня в моём роду, все женщины такие, ну, фигуры формы груша, ну, то есть талия есть, а попа огромная, ну, будем так мягко говорить, да, вот очень огромная, и все женщины были именно вот такие, вот моя бабушка, моя тётя, там, сёстры, да, и мне постоянно всё моё детство клевдели, что ты будешь такая же, ты ничего с этим не сделаешь, у тебя будет такая же задница, с таким же целлюлитом, и можешь с этим просто смириться, и вот всё. Я, естественно, с ужасом, смотря на эти задницы, особенно когда это лето, да, на речке, на море, то есть этот фильм ужасов был для меня, я не хотела быть такой, и я всеми силами, особенно когда у меня начала расти задница, там, это подростковый возраст, да, я начала просто что только не делать с этим, да, то есть я, ну, всё только что мне приходило в голову, естественно, я делала это неграмотно, там, и голодала, мучила себя разными всякими непонятными диетами какими-то, то есть ухандохала свой желудок в результате до бульбита желудка, ну, вот, то есть предъязвенного состояния, и, ну, ничего хорошего из этого не получалось, то есть обмен весь сейчас нарушен, в общем, караул. То есть, и вот как раз-таки в 39 лет после родов я увидела тот самый фильм ужасов наяву, то, что у меня было в голове, то, что я боялась, я к себе это, можно сказать, притянула, это уже чисто с эзотерической стороны, сейчас объясняю, да, и я увидела вот эту безобразную фигуру в зеркале, в свое отражение, то есть вот эту огромную целлюлитную задницу, о которой я всегда боялась, и это был для меня мой самый главный страх, все, я поняла, что бесполезно все было, то, что я до этого делала, и что мне теперь с этим делать, как бы, ну, конечно, я не сказать, что я прям отчаялась, так сложила лапки, и все, легла умирать там, да, и ждать пока все, 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 окончательно как-то все закончится, то есть я, конечно, все свои знания, которыми тогда я на тот момент обладала, я начала применять, то есть по питанию, там, все, все, мне удалось похудеть на 12 килограмм, и все, и наступила вот эта самая плато, и эта плато начало длиться, ну, полгода точно оно длилось, все эти полгода я усердно старалась продолжать дальше все, что я делала, и я не могла понять, в чем дело, вот, ну, что такое, ну, 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 как так, я не могу сдвинуть свой лишний вес с места, у меня всегда же получалось, нормальная фигура была до, то есть не было этого лишнего веса, тем более, что в беременность я не ела ничего лишнего, то есть у меня все равно откуда-то это все взялось, ну, понятно, что это все взялось, все равно из-за неграмм. А вот можно я вопрос задам прям попутно, да? Смотри, вот когда ты находилась в этом плато, и ты была в отчаянии, да, я не знала, что делать, у тебя была мысль, что, ну, да, у меня же там бабушки, сестры такие, значит, я, типа, обречена быть такой, вот это у тебя была, сидела мысль в голове? Ну, конечно, конечно, у меня первое это и было в голове, то есть, блин, ну, значит, все действительно правда, раз уж они мне так говорили, ну, вот это все свершилось, как бы я ни ходила вокруг да около, все равно меня к этому привело, то есть, у меня, естественно, это было в голове. То есть, вот эта программка, она была там загружена. Да? Запрограммировали же с детства. Да, любимые родственники. Да, вот они у меня вот это вот все, ну, понятно, что родственники это все делают из любви, чтобы я не мучилась, да? Понятно, это, конечно, да, они, ну, кстати, да, немножечко отвлекаюсь в сторону моих, там, клиентов, да, подопечных, ведь это же традиционная фраза, что вот я полная, а у меня все были полные, то есть, это как прикрытие, да, вот они полные, ну, значит, можно лапки опустить, потому что все в роду были полные. Так вот, ты же не смирилась, получается, да? Нет, я, конечно, ну, по моему характеру и моему настрою внутренне-то все равно я такая же, да, то есть, какая я и была. То есть, боевая женщина, да, которая, ну, нацелена на результат все-таки добиться. И у меня просто начало, вот, начались уже мысли о том, а вообще, что я делаю не так? Ну, то есть, вот, ну, с едой все в порядке, я делаю все правильно. Даже там, ну, я, кстати, ну, если вот физическую активность я какую-то не вела, ну, в плане того, что спортом я на тот момент не занималась, ну, просто некогда было, и сил не было, и как-то мне не хотелось. Ну, так что-то йога, растяжка какая-то чисто это. Ну, то есть, у меня чисто на питании минус 12 килограмм получилось. Дальше я понимала, что спорт я подключу, а что толку-то? Ну, как бы, я просто по своим ощущениям понимала, что мне это не поможет. Вот. Потому что был у меня пройден спорт, я знаю, что это тоже не особо-то так помогает. То есть, все дело в питании, да? У меня было это так в голове. Я стала понимать, что нифига не в питании. То есть, дело-то не только в этом. Тут что-то еще. Что еще? И вот здесь уже мои, так сказать, эзотерические знания на тот момент, потому что, ну, как вот, они мне, я считаю, что помогли сразу задуматься о своем внутреннем, о своем вот этом самом психологическом, энергетическом состоянии. Первое, с чего это началось, это когда я словила себя на том моменте, когда я просто стою и ем конфету. Ну, стою возле стола на кухне, пью чай и ем конфету. Я поняла, что, я поймала себя на том, что я не помню, как я сюда пришла и стала есть конфету. Во-первых, у меня, как будто вот как кадр переключился, опа, я стою, ем конфету. Я в шоке в таком, думаю, ну, как так я тут оказалась, ем конфету, что такое. Я смотрю на стол, а передо мной уже пять фантиков, а в руке шестая. То есть я сразу остановила себя внутренне, мне скук остановил. Я переключилась сразу на внутренне, начала искать, а как, что меня привело сюда, к этому столу, чтобы съесть эту самую конфету. И я вспоминаю, то есть что я помню до, что я утром встала, пошла на весы стандартно, ну, как там, после туалета сидела, трешиваюсь, вижу, что у меня вес не сдвинулся ни на грамм вообще. Я, конечно, с разочарованием подумала, ну, слава богу, хоть не больше. Ну, ладно, чё ж. И пошла себе по делам, да? То есть туда-сюда, как бы там дела какие-то свои делала, потом, думаю, пойду попью чайку. Налила себе чаю, ну, а так как у меня в доме не я одна живу, да, то есть есть вот муж там, да, который всё-таки конфетки употребляет с чайком, они присутствуют, эти конфетки. И я их взяла автоматически просто, у меня рука потянулась, и я начала есть. Почему? Чтобы себе сделать приятно, чтобы себя утешить. Это опять же идёт всё там из детства, когда утешали, вот не плачь, Жанночка, на тебе конфетку, да, ты успокойся, вот на сладенького, да, то есть это всё тоже вот так вот отражается. Я просто положила вот эту конфету, которая у меня была в руках, она, конечно, была уже откусанная, но я с таким испугом, и я тут же начала понимать, что ага, то есть у меня ещё из-за этого вес не уходит, потому что я постоянно подъедаю что-то такое бездумно. То конфетку, то печенку, то что-нибудь ещё там, ну, такого, да, вот именно углеводы, да, они же сразу дают энергию, сразу успокаивают, сразу как-то эндорфинчик, там все дела, то есть, ну, такое приятно, всё хорошо, и, но тут уже, ладно бы, если бы я просто это мозгом понимала, ведь много людей понимают также это головным мозгом, что да, вот не надо подъедать, но рука-то тянется, вот тут как раз-таки не просто психология, вот она из-за психологии здесь подключается, что психологически психолог скажет, вы себя настройте на то, чтобы не есть эту конфету, да, но человек будет бороться внутри сам с собой, то есть его мозг будет ему говорить, да ладно, насчёт пути обходные всякие там, да, искать, что-то с тобой будет, одну конфетку съешь там, да, а когда мы со стороны эзотерики уже сюда подходим, то это мы идём глубоко в подсознание начинаем залезать и вытаскивать из себя проблему, которая в результате, когда мы её понимаем, уже нам не даёт просто никакого желания съесть эту конфету. Ну как, вот ты её вытащила, эту проблему, и дальше что ты с ней стала делать? Ты вытащила проблему своего самоутешения, да, что тебе надо... Так, и дальше что? Вот, я её вытащила, и, соответственно, откуда у меня это, зачем я себя утешаю? То есть, Жанна, ты зачем себя вот этим утешаешь? Ты что, ты же видишь, что ты себе только секунду делаешь утешение, а потом ты опять разочаровываешься, плохо себя чувствуешь, из-за этого делаешь себе только хуже. Да. А давай сюжет поменяем. Я вот так себе в голове, то есть давай поменяем сюжет, давай по-другому сделаем. Вот если ты сейчас не будешь есть эти конфеты, как ты будешь себя чувствовать? Вот ты захотела, но ты прокрутила всё назад, и ты не стала это есть. Какое ощущение? И когда действительно осознанно начинаешь понимать, вот я не стала есть эти конфеты, вот я вошла в это состояние, что я не стала есть эти конфеты, что я тогда чувствую в сравнении с тем, если бы я съела? То есть когда я съем конфету, это просто кратковременное удовольствие, а потом тут же идёт разочарование, опять вот это вот депрессия, и опять вот всё, руки опускаются, и ничего не хочется делать, да? Людишний вес. А если я не ем конфету, то есть я наоборот делаю вот усилия, ну, пускай сначала это силой воли там, да? То есть делаешь себе больно. То есть я отказываю в этом. То есть я отказываю, вот этот жест такой, отказа, да, мне происходит. То есть нифига себе у меня потом какое внутреннее состояние счастья, радости и удовольствия от себя. То есть получается наоборот, да? Тогда секунду боли, отказ, неприятность, да, больно, а потом долгий кайф от того, что ты это смогла, так? При том, что это самое состояние, оно длится постоянно и еще и провоцирует и пойти попрыгать, побегать там, как-то что-то чем-то заняться, воды побольше попить. То есть и не хочется ничего другого съесть такого вредного там, то есть, ну, потому что это хочется еще получить такое же удовольствие. То есть ты дальше себя, вот начинаю, я там пошла, допустим, просто элементарно прыгалки взяла, начала прыгать. Я еще больше удовольствия говорю, какая я молодец, что я делаю вообще? Офигеть, как мне так нравится мое состояние. Вот мне сейчас рассказывают, у меня аж мурашки. То есть мне нравится мое состояние того, что я могу вот так, что я не просто, не какая-то примитивная какая-то особь, которая просто способна сожрать конфетку и потом сожалеть об этом. Я разумное существо, которое может дать тебе столько энергии, сколько хочет и использовать в нужном направлении. То есть, получается, из позиции жертвы ты перешла в позицию контролирующего органа, который держит контроль и уже на полном осознании управляет своими процессами. Это чувство победителя, я так понимаю. Да, да, да. Вот этот адреналин, что там это выскакивает, эндорфин. Вот это все просто реально от этого, ну, действительно, это огромное удовольствие от себя же, от своих действий, что вот так вот я сделала для себя вот это. И, ну, вот самой с собой, конечно, это, ну, это вот самое, я всегда говорю, что работа самой с собой это самое сложное. То есть, легче даже с другим человеком поговорить, пообщаться, а вот у этого человека потом начинается работа самого с собой, то же самое. И вообще, вот откуда у меня вот это вот, я начала задумываться об этих вещах, то есть, у меня это, ну, так как из эзотерических знаний, в принципе, было на тот момент предостаточно, которые я просто применяла для себя ради интереса, я много чего читала, узнавала, обучалась там и так далее. проходила курс Таро, кстати, когда была в декрете, чисто ради себя, опять же, интересно было, картами я увлекалась разными мне Таро до этого, любыми, самого там, чуть ли не с детского сада, то есть, вот, но мне было интересно познать, что такое карта Таро. Это очень крутой, конечно, инструмент, и там вот было много таких вот упражнений дано в самом курсе, когда я его проходила, которые вот как раз поспособствовали тому, чтобы я задумалась вот над тем, что я говорила, именно как задумалась, не мозгом, а перейти вовнутрь себя, то есть, я обратила внимание на себя, то есть, что я делаю, что вообще, как вообще, вот внутри меня происходит. То есть, мы сейчас погружаемся еще дальше в процесс, и мы сказали, ты сказала о том, что нужно войти внутрь себя, да, в свое сознание, чтобы научиться управлять этим процессом, а теперь ты переходишь к тому, что есть еще инструменты, которые помогают тебе входить в это сознание, потому, ну, в сознание, внутрь себя, да, потому что это же не каждый. Очень многие женщины любят расписываться, собственно, в бессилии. Ой, у меня нет силы воли, я там не могу, нет, я вот и на автомате это все. То есть, получается, что ты нам сейчас подсказываешь, что идите дальше, идите глубже, да, вот вам еще один инструмент, который поможет вам зайти вглубь себя и поработать со своим сознанием, и это Таро, да, получается. Ну, просто часто у меня как раз вот бывает спрашивают, а с чего начать, а с чего делать надо, ну, то есть, эзотерика, эзотерика, а только столько всего много, и не знаешь, за что хвататься там. Ты еще знаешь, вот такое распространенное мнение относительно Таро, ну, как бы, что греха таить, у меня тоже до некоторого времени существовало такое мнение о Таро, что это просто как цыганка-гадалка, что-то там разложил, что было, что будет, чем сердце успокоится, ну, вот, как бы, у многих есть такое представление, поэтому, наверное, нужно немножко здесь, да, пошире показать вообще, что это, на самом деле, на самом деле, что это Таро? Ну, вот, то, что касается цыганок-гадалок, в первую очередь, они, конечно, не на Таро гадали, а на обычных цыганских картах, то есть, ну, которые, вот, игральные карты там, да, такие, и, конечно, у цыган, естественно, у людей сложилось впечатление, что это обман, что это что-то ненастоящее, что это так, лишь бы мозги запудрить там, да, хотя на самом деле, среди цыган огромное количество эзотериков, то есть, ну, не зря они этими картами, да, и гипнозом облатают, то есть, ну, всякими такими штуками, то есть, это да, они все, ну, большинство эзотерики, нация, нация такая, то есть, это не то, что засчитывают цыган, но много просто мифов вокруг этого, а на самом деле, это правда, вот, то, что касается карт Таро, я считаю, что это вообще первый инструмент, с которым нужно познакомиться, если заинтересовался эзотерикой, потому что это, так сказать, как вводная часть в мир эзотерики и простая часть, то есть, если начать это откуда-то с другого угла, с какого-то там, да, ну, то есть, через какие-то другие инструменты, то это будет гораздо сложнее, и, возможно, человек передумает, например, ну, как-то испугается, не захочет, что ли, сложно покажется, и все такое, да, то есть, через Таро это делать даже интересно, вот в чем дело, и с помощью Таро можно не просто, то есть, вот, изменить свое будущее, да, похудеть, опять же, вот как похудеть, тоже объясню, да, что, ну, как с помощью Таро даже можно похудеть, вот, можно узнать свое предназначение, то есть, люди сейчас вообще задаются, очень много задаются вот этим вопросом, в чем мое предназначение, и, конечно, я не исключение, я тоже тот человек, который задавалась этим вопросом, и как раз таки, И тогда же, когда у меня после родов был депрессняк, у меня было такое состояние внешности, недовольства, да, и все такое, в тот момент я и без работы оказалась, села с ребенком дома, закрыла свое все там дело, я была ИПшником на протяжении 12 лет до этого, но решила ребенку посвятить время. И вот получилось так, что я уже начала задумываться, а что мне делать дальше, возвращаться к предыдущей деятельности я не хочу, потому что мне это стало неинтересно. Я понимала, что мне нужно идти дальше, что-то делать, но еще хочу добавить сразу, почему как раз вот период вот этот 39 лет, там где-то 39, 40, 40 лет вообще, даже знаете, период от 36 до 42 идет определенный цикл, в котором человек начинает как раз задумываться о своем предназначении, о том, что он делает в этой жизни, для чего он здесь. У него начинается переворот в плане сознания и идет духовный рост, особенно если этот человек с взрослой душой, со старой душой, но это уже другие, не для этого, наверное, как бы, да, то есть не сюда. Ну, сам факт просто. Вот. И вот у меня как раз-таки этот период случился, переходный период, я начала об этом задумываться. И вот на курсе Таро я узнала свое предназначение. Мне с помощью карт Таро определили мое предназначение и очень много тогда встало на свои места. То есть что я, чего я, да, и мне до этого стало понятно в моей жизни все, как что происходило, что это было все не просто так. И потом, как вот на данный момент тогда, да, как сейчас это все происходит, это уже исходя из того, что я знаю о себе, я поняла, что вообще, как мне надо действовать в этой жизни, чтобы все было круто, да, чтобы у меня все получалось. То есть и чтобы фигура была такая, какая мне надо, чтобы все было, и здоровье, чтобы было такое, какое мне нужно, и в семье все прекрасно, и с деньгами все хорошо, то есть вот во всех сферах. Это все, если мы знаем свое предназначение, то есть с помощью карт Таро, и это можно узнать. Вот. А то, что касается, как видоизменить свою жизнь, например, да, то есть, потому что изменить свою жизнь мы можем элементарно с помощью карт, если мы владеем этим инструментом. Любой вопрос, который возникает в жизни, мы сразу берем карты элементарно, да, то есть колода карт, мы ее берем и задаем вопрос. То есть вот непонятно, что делать в какой-то определенной ситуации. Пожалуйста, можно спросить об этом у карт, карты ответят всегда, потому что Таро – это живой инструмент, они живые, они говорящие, вот, и с ними можно пообщаться. Вот. И спросить все, что хочется. И как раз таким образом получается, что меняется жизнь. То есть если бы мы раньше не прибегнули к картам Таро, да, а чисто как-то, ну, вот, ну, просто сделали что-то, да, и пошли бы не в том направлении, то оно бы и не так бы сложилось, как бы нам хотелось, к примеру, да. А карты всегда подскажут, как действовать правильно. Вот так мы изменяем жизнь с помощью Таро. То есть реально начинаем совершать намного меньше ошибок, вообще практически без ошибок уже начинаем жить. А любой человек может научиться вот пользоваться картами Таро для того, чтобы искать свое собственное предназначение? Конечно, любой. А как? Любой, если, естественно, у него есть к этому желание, да, то есть ему хочется, то, конечно. А как это сделать? Ну, сделать можно, например, вот через мой курс. То есть у меня есть курс для начинающих, как раз он так и называется, то есть Таро как способ познания себя и изменения своей жизни. Интересно. То есть можно именно через этот курс, как раз-таки, и научиться. В первую очередь я его создала именно для новичков, так сказать, для начинающих, для тех, кто только-только вот как раз-таки хочет прикоснуться к этому миру эзотерики, да, узнать, что такое карты, научиться вот для себя их применять. Вот я сделала этот курс именно как раз для таких людей. То есть после этого курса можно будет научиться именно себе гадать на картах. Ну, можно будет там кому-то для своих знакомых потихонечку, да, кому-то там, если кто-то захочет, да. Но самое главное, в первую очередь, можно будет помочь себе. И вот то, что касается того, как, так сказать, как правильно начать работать с картами, да, чтобы как бы это было более эффективно, что ли, да. То есть дело в том, что всякие разные эзотерические способы, да, они требуют определенной концентрации, то есть определенного состояния. Это важно. То есть второе, ты не просто так там где-нибудь там одной рукой пылесосишь или варишь супчик, да, и тут же ты опаньки разложила карты и посмотрела, что там у тебя будет сейчас. Правильно ли я суп готовлю, например, там, да. Или в той ли комнате я начала пылесосить. Вот. Ну, то есть это шутки, конечно, но в любом случае это не так делается. То есть должен быть определенный настрой, определенная атмосфера. И внешняя атмосфера, и внутренняя атмосфера. Этого легко, конечно, изначально, особенно для начинающих, можно добиться с помощью эфирных масел. Так. То есть эфирные масла можно применять вот именно для сонастройки с картами. Это прям вот самое важное сейчас, потому что когда эзотерик только начинающий, ему сложно почувствовать свой внутренний мир, свое состояние внутреннее, настроиться на вот эту, так сказать, ну, на поточность, на поток, через который работают карты. Потому что карты, которые, они работают с хрониками Акаши, если кто-то слышал об этом, да, то есть хроники Акаши, это библиотека знаний, где написано все, что с нами было, есть, будет, то есть полностью все, абсолютно. И вот как раз, когда, вот для того, чтобы войти в этот поток, ну, можно применять эфирные масла. Конечно, потом уже опытные эзотерики есть такие, которые не применяют никаких эфирных масел, но это уже надо годами там, тарологи, да, годами поработать, чтобы прям вот раз, так, и все, вошел в поток. Это опыт. Но изначально, чтобы прям классно все получалось, эфирные масла вам в помощь, как говорится. То есть я сама же начала их применять в свое время для того, чтобы помочь себе в этом. Вообще очень интересно, получается, тут параллель у нас такая проводится, поскольку я все-таки занимаюсь больше физиологией, да, с людьми, то есть физиологическими процессами, такими как пищеварение, функции выделения, но мы тоже используем эфирные масла именно для вхождения в более комфортное состояние, чтобы корректировать тоже питание и не испытывать при этом дискомфорта, и очищать организм, и чтобы это было безболезненно и тоже комфортно. Нам помогают эфирные масла. И выходит, что, занимаясь эзопсихологией и, в частности, входя в такую практику, как Таро, мы тоже используем эфирные масла, и они тоже являются нашими помощниками, наверное, как бы даже проводниками, я бы сказала, да, вот в это особое состояние, в которое человек должен войти перед тем, как, ну, зайти вглубь себя, да, и начать понимать свое предназначение. Это очень круто, мне прям вот это все очень нравится. Так, все получается очень-очень... Ну да, я бы сказала, получается гармонично. Да, гармонично. И туда, и туда. Да, прям вот такой круг гармоничный, и все в этом блоке есть. Да, вот эфирные масла, еще могу сразу, то есть я так вроде бы образно, да, говорю, эфирные масла. Какие эфирные масла? Ну, во-первых, на своем курсе я, конечно, рассказываю прям вот какие нужны эфирные масла, есть прям определенный список эфирных масел, что нужно для того, чтобы начать именно качественно работать с картами. Вот, но отдельно хочу два масла прям в первую очередь выделить. Вот, это масло ладана, то есть ладан, это вот первым делом, это то самое незаменимое масло, которое нужно применять для вхождения в поточность, для подключения именно к этому потоку, для соединения с картами. Вот, то есть оно помогает войти вот в это такое трансовое медитативное состояние, когда ты реально начинаешь ощущать вот эти вот энергии карт. То есть когда карты, от них прям резонируют энергии вот эти вот, то есть ты сразу их чувствуешь. Но для того, чтобы соединиться через масло ладана с картами, изначально, ну, бывает практически сначала всегда так, что ты волнуешься, переживаешь, ты как-то там думаешь, как получится, не получится, да, то есть можно использовать масло апельсина или масло лимона. То есть оно создает равновесие, да, то есть уравновешивает, то есть, ну, концентрация внимания сразу получается, да, через эти масла. Вот, то есть можно сначала эти масла, ну, включить чисто вот в аромодиффузор у себя дома, чтобы настроить общую атмосферу, чтобы запах такой распространялся, да, вот походило, понюхало, так сказать, да, все. Следующее, бывает так, что состояние какой-то прострации ты никак не можешь именно реально сосредоточиться. То есть, пожалуйста, масло чайного дерева, то есть используешь масло чайного дерева, оно заземляет круто. То есть именно заземление. Такой землистый запах. Да, то есть ты цепляешься за землю в прямом смысле энергетически, потому что если мы от земли оторваны, то есть как бы вот, ну, мы где-то там летаем, да, то есть мы не можем собраться никак ни с мыслями, ни вообще ни с чем, не говоря уже про энергию, которую нужно сконцентрировать. Вот, масло чайного дерева, все. И потом можно перейти уже к маслу ладана, именно конкретно в работу взять его, да, вот для этого. Вот, многие просто, ну, думают, что ладан, ладан, типа церковью пахнет, прям церковь на 100%. Вот, ну, не зря же в церкви ладан используют. Как раз для того, чтобы люди, которые там находятся, были вот в этом таком медитативном состоянии. Ну, там немножко другие, конечно, цели преследуются. Это уже, может быть, как-нибудь расскажу, какие цели. Поэтому в церковь, может быть, даже лучше не ходить. Но вот как раз для того, чтобы гадать на картах, масло ладана, да, это самое то. Вот, и мне еще нравится масло лаванды. Вот, но масло лаванды, оно расслабляет. Оно расслабляет, и вот в состоянии расслабленном можно нормально, спокойно просто взять карты, спокойно также сесть, сосредоточиться и сделать себе расклад и посмотреть все, что тебе хочется там. Вот все масла, которые ты перечислила, Жанна, это тоже мои фавориты, особенно ладан. Я подтверждаю, что это совершенно мистическое масло, это уникальное масло, ну, священное, не знаю, как угодно можно его называть. Но это король масел, и это масло незаменимое. У меня тоже в жизни очень много было ситуаций, когда ладан производил самый, ну, такой мощный эффект, который просто невозможно было объяснить. И теперь, когда ты рассказала о том, что он, о том, что ладан помогает входить вот в это особенное состояние, я действительно убеждаюсь в его огромной силе. Ну, вот получается, что мы сегодня затронули тему снижения веса с несколько нестандартной стороны. Завели сюда еще и тему эзотерики. И как я вижу, что эзотерика – это не просто что-то оторванное, да, само по себе, то, что мы взяли и тут как бы, да, а ну-ка мы попробуем еще эзотерикой. А я увидела, что она прекрасно вливается в общую канву вот этих мероприятий по снижению веса. И все, как я уже, да, как мы с тобой сказали, все гармонично складывается в общую картину. Поэтому что, мне остается только пожелать нашим зрителям, которые сейчас находятся в состоянии огромного желания снизить вес, я хочу пожелать вам расширить рамки своего взгляда на этот процесс и понимать, что это процесс многогранный, что он комплексный. И вот мы с Жанной сегодня вам показали, что на самом деле есть намного больше методов, чем вы думаете. И воспользоваться всеми этими методами у вас есть прекрасная возможность. Более подробную информацию обо всем, что мы говорили сегодня, вы найдете внизу в описании к этому видео. Жанну, благодарю за этот интереснейший рассказ. Надеюсь на дальнейшие встречи на не менее интересные темы и твои пожелания нашим гостям. В первую очередь, мое самое главное пожелание – это быть всегда здоровыми, стройными, красивыми и любящими себя. Вот это самое важное. Потому что как раз-таки эзопсихология, она учит любить себя. Потому что вот как раз все, что с нами происходит, вот именно те самые недовольства собой, то есть эти лишние килограммы, внешний вид какой-то не тот и так далее, в жизни что-то как-то не так. Все в первую очередь происходит именно от нелюбви к себе. Мы не знаем, как себя любить. Нас этому не научили. Эзопсихология этому учит. Карты Таро в этом очень круто помогают. Эфирные масла очень здорово на это настраивают. Ну и само собой, если мы еще будем уметь и питаться правильно, то есть соображать в этом, то тогда вообще будет просто крутая счастливая жизнь в классном, здоровом, красивом теле. Да, здорово любить себя. И, что не менее важно, еще ценить себя, да, оценивать себя по достоинству. Вы намного лучше, чем вы о себе думаете. И вот на позитивной ноте мы желаем нашим зрителям тоже быть на позитиве. Жанна, спасибо. Благодарю за эту интересную беседу. Субтитры сделал DimaTorzok